доброе утро 28 августа и сегодня смотрю намечается нас праздник города вот какие-то ярмарки но мы едем в ригу на уроки по вождению по всему каугурю на стоят вот такие стенды чтобы фотографироваться также начали праздник но по-моему без звезд так сегодня поездка в ригу отменилась потом расскажу почему мы пойдем с немножко до школы еще вещичек накупим имеют и канцелярский товар всем привет вышли на вечернюю прогулку с сыном и что-то как-то сегодня уже прохладненько 14 градусов всего такой ветерочек прохладненький сегодня у нас праздник каугури но праздник испортился то что был очень сильный дождь поэтому мы особо никуда не ходили обычно каждый год как каждый год 7 4 5 лет не знаю точно обычно к нам приезжали какие-то звезды была целая сцена куча народу приезжали к нам за всех городов латвии вот и бусыл из приезжала вайкула приезжала и они ларак приезжала и лепс приезжала несколько раз и этот интерес бусыл из а в этом году как-то тихо спокойно никого только концерты музыканты такие потом была уличная еда знать таких и да на колесах в общем потом еще куча палаток было ярмар когда продавали всякие сувениры сувениры там продукцию ручной работы мед там все дела вот но все это дело испортила то что был очень сильный дождь вот так вот вообще мне день я тут сижу на детской площадке сыном качаюсь на качелях сейчас вам расскажу как у меня сегодня день не удался вообще сегодня было мое ожидаемое вождение то есть целой целую неделю я ждала чтобы в субботу поехать поедет паре вида записалась такое и дальше расскажу почек вам идут дети на качели не хочу снимать так дети прошли мимо могу дальше вам рассказать в общем пришла на остановку для того чтобы ехать в ригу да смотрю по расписанию там в определенное время у меня должна быть маршрутка все четко и успеваю пришла даже пораньше чем надо за ну прилично так на несколько маршруток раньше собралась ехать чем надо до стою жду как-то раз время подходит маршрутки нет ладно думаю может быть найти машину бывает всякое ладно ждем следующую следующую через 20 минут стою жду уже народ собирается да всем надо в ригу все какие-то дела кому по врачам нет несмотря на то что субботу ну в общем у всех людей какие-то планы да в общем люди собираются собираются 2 маршрутки нет время 3 нет я звоню там указан номер диспетчера кому можно позвонить и узнать одну вот звоню а мне говорят что не ждите все наши почти все водители заболели так что маршруток не будет но будет другая маршрутка я он кемерск этого молча говорит в общем факт в том что этой маршрутки тоже не было в общем мне пришлось отменить свое вождение и теперь я только могу ехать только после первого числа в общем я была шоке я очень сильно расстроилась потому что ну куда это годится никаких предупреждений ничего мне просто дали понять что такая ситуация в стране и вот диспетчер диспетчерами водители все заболели вот так вот не знаю насколько это правда но в общем и самое интересное что из риги маршруток ехала за это время штук 567 да в ту сторону почему-то все едут а обратно не возвращаются тоже мистика да ладно ничего всякое бывает неприятно конечно пришлось отменить да у человека тоже были планы потом следующие люди да ну все-таки отменять вождение за дело такое вот очень мысль на вышли погулять да сейчас пойдем магазином надо купить отбеливатель нам надо кое-что отбелить вот так что вот такие вот мы взяла суббота как говорится не очень-то удалось но вместо того чтобы ехать в ригу я пошла со старшим сыном и закупила все что ему там не хватало для школы все докупили хоть это радует вот вот такие вот у нас новости насчет вождения конечно очень сильно расстроилась потому что как бы я не забыла до первого числа это уже 10 дней будет да как я не ездила как бы я не забыла ну ничего будем вспоминать вот такие вот у нас делишки а еще так интересно получилось представляете да на остановке я стою 1 подходит раз человек 2 3 да и потом вероника как вожака главнокомандующий начала звонить всем рассказывать в общем собрала целую группу единомышленников да и мы начали там устраивать разборки сказала это и позвонить туда это и позвонить туда в общем но если бы у меня не было назначено четко время да я бы это самое ну придумала бы на чем еще можно поехать побежала бы на электричку и все такое но так как во первых расписание выходного дня суббота до электрички и маршрутки у нас ходит не так часто как обычно потом в общем все было четко подобрано чтобы я успела и чтобы я долго там в риге не ждала вот если бы у меня было там время запасом пару часов то я конечно бы поехала вот по другому пути да как или по-другому придумала или срочно на машине или то или сё вот но я никак не ожидала что не будет сразу столько маршруток подряд и собралось наверно человек 15 я как главнокомандующий вожак так куда который первый пришел и уже полтора часа почти стоит позвонил это наверно три раза потому что первый раз мне сказали вот этого маршрута точно не будет не ждите потому что все заболели но будет вот этот ям кемерский да окей я всей нашей группе всей нашей команде говорю ждем ям кемерскую в 11 минут точно будет и люди такой слава богу да начали стоять во всех там какие-то встречи важные туда-сюда вот и нету маршрутки ко мне сразу что делать как бы где маршрутка давай опять звонить по этому номеру они все звонят у них не берут я позвонила у меня взяли но не буду наверно разговор сюда вставлять все таки не очень красиво ну что там особенного нету вот поверьте мне вот такие вот делишки так чтобы переключения у меня сегодня были отличные жалко очень жалко что я не смогла поездить во первых то что сегодня был дождик а я в дождь еще не ездила в такой сильно как был да для меня это тоже был бы отличный опыт но к сожалению не удалось ладно на следующей неделе поедем вот такие вот у нас плакаты стоят ведь можно фотографироваться в виде сердца там всякие разные по всему каугури эти каугури 2021 очень прикольно и по всему каугури также есть метка чтобы люди могли видеть где находится следующий плакат но посмотреть как продвигается наша стройка магазин видел тут будет скоро да посмотрите еще совсем недавно я вам снималась и было поле потом начали потихонечку копать час уже все перерыли уже тут так все серьезно что скоро будет магазин видите наверно парковочные места сам магазин ленты наверное обозначен обведенный вот так же здесь будет потом погуляем с вами в магазине ведь сколько тут техники сколько тут всего а там дальше в общем у нас каугури сейчас стройка ого-го здесь магазин там парк и все вот просто гигантскими шагами так быстро все проходит так быстро все строится так что в следующем году будем уже ходить в магазин и гулять с вами в парке а мы идем в магазинчик за ванишем зашли зашли какой нашли сейчас пойдем еще вдруг расходим привет 9 вечера и так темно и еще плюс фонари не горят это вообще страшно мы вышли было светло где-то пол девятого пол восьмого час 9 часов и уже все уже страшно видите вся улица у нас это без света там дальше хоть немножко что-то светится пойдем посмотрим это тоже темнеет как-то рановато уже как-то даже до максим очка раньше могли гулять и действие в 11 светло а тут уже все 9 часов уже темно но может правда от того что дождь то все тучи давай зимка он вам хоть немножко покажу тут не видно ладно как его днем покажу детская игровая площадка батуты все дела вот мы подходим это здание лига базар там дальше если эти по прямой там у нас старый базар да а тут у нас вот такой крытый базар тут помимо того что можно купить еду тут еще есть вещи там у нас слева видите светится там у нас новый магазин алкоголя такой огромный не чтобы какой-нибудь мебель или шмотки какие-нибудь брендовые привезли к нам то у нас ничего нету кроме все в ригу надо ехать вот по дороге можно кофе попить вот если кому интересно цены так по 80 центов такой можно кофе там ближе к морю 2 евро я видела вон от магазин алкоголя огромный называется кабинет я туда не ходила не знаю разве что для подарков пойти купить какой-нибудь бутылочку когда-нибудь ну да ну так никто живет тут узнает вот то что у нас было это мероприятие туалет и вот еще не увезли да максимочка вот как выглядит магазин я-то думала кабинет там будут книги документы все дела нет там все в алкоголе вот маленький дождь начиная сама на он ведь все в бутылочках красивых это надо будет как они зайти посмотреть вот у нас тут аптека ну смотрю что мы все-таки магазин пользуется спросом машина подъезжает вот возле дома культуры здесь у нас было мероприятие здесь у нас были танцульки все дела но был дождь мы не пошли как я уже говорила ранее ладно всем пока мы пошли домой греться подмерзли дождь тут начался так что все всем пока мы побежали